Международная партнерская проверка ВАУ АЭС Десятилетие совета ветеранов педагогического труда Ремонтные работы в детских садах Десногорска Открытое первенство погребли на лодках «Дракон» На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом» Фактическая мощность концерна «Росэнергоатом» 233 666 мегаватт С начала года составляет 101,7% О техническом состоянии Смоленское сообщил главный инженер предприятия В работе первой, второй, третьей энергоблоки суммарная нагрузка 3136 мегаватт Существенных замечаний, препятствующих несению нагрузки нет Выработка электроэнергии за 9 дней октября составила 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии что превышает плановое задание на 23 миллиона С начала года выработка составила более 18,6 миллиарда киловатт-часов Сверх плана 1,64 миллиарда киловатт-часов Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям 6 октября на Смоленск АЭС состоялось стартовое совещание о партнерской проверке Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные станции В состав команды вошли признанные на мировом уровне специалисты из Словакии, Ирана, Украины, России, Болгарии, США, Аргентины, Пакистана и Армении Они представляют атлантский, парижский, московский, токийский центры и лондонский офис ВАОАЭС Руководители и специалисты готовы к взаимодействию с партнерами Надеемся на объективность, надеемся на передачу опыта профессионалов международного уровня Очень важна оценка команды партнеров в состоянии Смоленской атомной станции Впервые на Смоленской станции партнерская проверка проходит в проектно-информированном формате Новую методологию, как одно из постфокусимских мероприятий, разработал парижский центр ВАОАЭС Во главе с руководителем независимого ядерного надзора Словакии Любомиром Креницки Эксперты определят степень соответствия шести функциональных областей И десяти общепроизводственных областей деятельности Смоленской АЭС Требований международного документа, производственной задачи и критерий их выполнения Также они будут акцентировать внимание на двух основополагающих задачах Профессионализме работников и лидерстве руководителей Выделят приоритетные области, в которых увидят резервы для улучшения и сильные стороны Полезный опыт для других АЭС Основные условия успеха нашей совместной работы – это откровенность Поэтому очень важно ежедневная коммуникация, общение с партнерами И обсуждение того, что было получено из наблюдений, из разговоров Я уверен, что вместе нам удается сделать хорошую работу на пользу станции После стартового совещания эксперты совершили первый обход Смоленской АЭС по десяти предложенным маршрутам В течение двух недель они будут проводить интервью с персоналом Наблюдать за работами, испытаниями, опробованиями оборудования Занятиями оперативного и ремонтного персонала в учебно-тренировочном подразделении Примут участие в совещаниях Партнерская проверка продлится до 20 октября 6 октября в Доме детского творчества Совет ветеранов педагогического труда Десногорска Отпраздновал десятилетие со дня создания организации С юбилеем объединения и Днем Учителя Педагогов поздравили представители администрации Смоленской АЭС Города Смоленской областной думы и духовенства В этот вечер в адрес учителей и воспитателей Прозвучало много теплых, добрых слов Искренней благодарности за вдохновенный труд и любовь к детям Дайте базу, базу нам, нашим детям, вашим ученикам Базу, с которой они потом уходят в большую жизнь И эта база великолепная, база сильная, база мощная Я искренне, отдавши, говорю вам спасибо за то, что вы подарили Дали возможность нам работать с интересными, умными, порядочными работниками Смоленской атомной станции Сегодня Совет ветеранов педагогического труда Насчитывает в своих рядах 240 человек Организация успешно решает задачи повышения качества жизни ветеранов И защиты их социально-экономических интересов Педагоги города – активные участники проекта «Гражданин страны Росатом» Наш город самый красивый Я горжусь им, горжусь своими людьми Хотя вроде бы и не видно их активности Но их активность проявляется в работе, в школьной работе Когда я прихожу на мероприятия, очень горжусь Горжусь, что в первых рядах, везде, на всех праздниках участвуют мои ветераны Педагоги, как и многие люди других созидательных профессий, стояли у истоков рождения нашего Атамграда Детей было в саду Чебурашка очень много Он был один в городе, и по списку было 50 человек Справлялись, старались, справлялись Потому что нужно было выручать, чтобы город строился Детей много, а садов нет За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Заслуженные педагоги были награждены благодарственными письмами От Смоленской областной думы, администрации Десногорска, комитета по образованию Прекрасными подарками стали творческие номера в исполнении юных артистов Обучающихся в Доме детского творчества, песни под гитару и баян В детских садах Десногорска, лесная сказка и Мишутка Полным ходом идет капитальная реконструкция фасадов зданий Параллельно проводится замена окон, дверей и другие ремонтные работы Средства на ремонт более 25 миллионов рублей выделил концерн Росэнергоатом К 9 ноября запланирована приемка основного объема работ Внешний вид детского сада «Лесная сказка» уже существенно преобразился За строительными лесами можно увидеть красивые разноцветные панели Облицовки будущего фасада здания Мы заканчиваем монтаж утеплителя и кронштейнов Она у нас выполнена на 98% В данный момент мы монтируем декоративные кассеты Ремонтные работы в «Лесной сказке» начались в конце августа В рамках реконструкции установлены 55 пластиковых окон 8 металлических входных дверей Частично смонтировано новое ограждение вокруг детского сада Устанавливается новое наружное освещение В ближайшее время начнется отфальтирование территории Детский сад будет еще долго функционировать после такого замечательного ремонта И будет встречать наших любимых детей красивым, уютным, теплым Также в активной фазе ремонт детского сада «Мишутка» Здесь работают специалисты смоленской компании «Торговый дом Фасадстрой» Установлены 12 пластиковых окон, 3 балконные и 6 металлических входных дверей На 80% сделаны работы по утеплению фасада На следующей неделе ожидается поставка декоративных кассет, чтобы приступить к облицовке здания У нас был ремонт произведен во всех помещениях детского сада А теперь дошла очередь благодаря атомной станции и до фасада Родители очень довольны, что будет приведен в порядок детский сад Будут приведены в порядок игровые площадки Будет асфальт новый То есть все условия для качественного проведения воспитательного и учебного процесса для детей будут соблюдены Ход работы ежедневно контролируют специалисты управления капитального строительства Смоленской АЭС Технадзора городского хозяйства администрации Десногорска Кроме того, они находятся под личным контролем директора Смоленской АЭС Павла Лубенского И главы города Андрея Шубина Сезон водных видов спорта в Десногорске завершился открытым первенством в Смоленской АЭС Посвященным 35-летию со дня пуска энергоблока номер один атомной станции Конкуренцию десногорским гребцам составили спортсмены из Москвы, Твери, Пушкина, Вышнего Волочка Всего в соревнованиях приняли участие 170 спортсменов 2017 год принес спортсменам Десногорска много ярких побед и мировое признание Команда Атом вырастила в своих рядах Значит, призеров Европы стало 14 человек Это мужской коллектив, команда Атом приняла в Дивоне, во Франции Приняла участие и 14 были человек призерами серебряными и бронзовыми призерами Потом в Италии приняли участие девочки команды ЦМ Шесть человек у них стало серебряными призерами мира И сейчас у нас планируется с 14 числа выезд в Китай Выступление наших спортсменов на международной арене Президент Русской ассоциации спортивных видов гребли Виталий Смирнов назвал очень успешным Он отметил, что по итогам спортивных достижений мужской команды Атом За 2015-2017 годы решением общего собрания ассоциаций 15-ти десногорцам присвоено звание мастеров спорта России по гребле В торжественной обстановке им были вручены удостоверения и значки мастеров спорта В борьбе за лидерство в открытом первенстве Смоленской АЭС выступили 14 экипажей 10 мужских и 4 женских На длинной дистанции 4,5 километра мужчины, 3 километра женщины И в традиционной короткой на 500 метров Гонки получились на редкость зрелищными Особенно остро соперничество развернулось среди мужских команд В итоге золото состязаний среди мужчин на обеих дистанциях взяла московская команда «Семь холмов» Серебро у Тверского шторма Бронза у наших спортсменов команды «Атом» У женщин уверенную победу также на обеих дистанциях одержала команда «Московский дракон» Серебро завоевали десногорские спортсменки «ЭЦМ Смоленск» Бронза у команды «Фортуна» У вас всегда теплый прием Несмотря сегодня на такую холодную погоду У вас тепло, на воде тепло Отношения у нас дружственные И мы наш город очень любим и очень часто хотим к вам приезжать Приглашайте нас еще Победители и призеры первенства получили награды От администрации и профсоюза Смоленской станции На этом наш выпуск завершен Вы смотрели новости Смоленск АЭС С важными событиями жизни станции Вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск АЭС В социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках и Фейсбуке А также в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру А я с вами прощаюсь Увидимся через неделю Хороших вам новостей До свидания